добрый день дорогие мои добрый вечер топлю баньку потому что мы уже соскучились по бане давно не были в бане потому что помните я делал операцию удалял родинки или как я думал меланомы на теле и там надо было чтобы все зажило вы знаете все зажило остались малюсенькие какие-то такие точечки вот но самое главное что прошел страх что может быть на спине меланома или и сразу как-то стало и спокойнее вроде и спина даже прошла жарковато уже но запретили тогда ходить баню поэтому мы пропустили какой-то период сейчас тут все замерзла надо отапливать но ничего оттопим у меня там вопрос от молодого человека который говорит что я из семьи мусульманина папа у меня мусульманин но мама покрестилась уже после того как замуж за него вышла и он ей разрешил и им детям тоже всем разрешил креститься они тоже все нормально покрестились но я говорит пошел в храм но по видео они покрестились в таком возрасте уже во взрослом раз он сам пошел в храм а меня abs там у входа встретил батюшка который приехал на дорогом лексусе у него золотой крест на пузе и он как-то так по его мнению вел себя высокомерно немножечко с христианками с прихожанками которые его встречали и меня горит это очень сильно смутило и я с тех пор прям вот вперед сразу не перестал ходить в храм но по-видимому он даже не ходил в храм его это все смутило и вот скажите что это такое может ли такое быть или если это на самом деле такая такая проблема проблема конечно в этом есть то что приезжает на лексусах и приезжают с золотыми крестами на пузе вот но здесь знаете есть еще и много такого потусторонних скажем так вот потому что я тоже ходил с крестом на пузе и якобы золотым и но правда ходил на метро или садился на попутках с этим крестом и меня спрашивали что это крест золотой я говорю он стоит 160 рублей но когда я покупал он стоил примерно так и на нем даже наверное не по золото было все таки 3 нитрат титана хотя он был наградной крест однажды ко мне в троллейбусе ехали очень поздно я стоял и мы в троллейбусе были только вдвоем и там такой видно что я звезды не вижу вот его здесь на плечах и на ногах но видно что руки у него дельные в общем говорит шубачка крест у вас золотой я говорю нет не золотой наверно так позолоченный да я уж вижу что не не недорогой а вы знаете если бы я захотел я бы вас сейчас за две минуты обчистил и я понял что он конечно наверное карманный вор может быть он кого-то в этих и обществе я верну чистый но у меня в общем-то в карманах то нет ничего мелочи тебе и так могу отдать но и он заговорил и говорит вы знаете я конечно батюшка не трогаю но вот я вижу иной раз хочется не вот я баба крал я бы это но наверное грех и вы знаете мне при этом стало интересно а батюшки те которые вот так на лексусах и на золотых значит золотыми крестами а есть такие конечно есть вот они ощущают вот такое что им стыдно обокрасть вора в данном случае был вор он признал что что сидел что как там он еще не коронован был а теперь уже нельзя их ним короноваться якобы положение с положение сюда такой разговорились они часто мне исповедовались и вопрос остается и я этого молодого человека конечно понимаю что вот он вдруг раз увидел вот все такое но с другой стороны знаете я понимаю что иногда бывает это и в определенной степени информационно вот перегружено то есть не неправильно подано так уж раз уж на иномарке значит весь богатый расшон с крестом позолоченным значит он точно какой-то нехороший бачку нас вам отец александр здесь ездит на старенькой митсубиши этот расширенная такая машина ну и казалось бы дорогая но я знаю кто ему продавал и продавал чтобы не выбрасывать металлолом это раз во вторых денег у него все равно никаких нет у него шестеро там было детей и зарплата практически никакой это что выкраивает как-то на бензин это точно и крест у него такой же не золотой никакой не серебряный и хотя он выйдет где-то с из иномарки может кому-то показаться что это иномарка такая особая вот поэтому я в данном случае не могу сказать вот про машину не могу сказать про значит крест те были они или не те которые нужно было вот и у него и лексук мог быть не ним действительно не ним купленный кто-то вот решил таким образом пожертвовать но сейчас патриарх сказал что надо быть поскромнее нужно как-то действительно держаться какой-то такой серединке людей не раздражать это постановление было до двадцатого века вот в девятнадцатом веке было назначено сельским священником чтобы и дома не был не больше среднего жителя и значит транспортные средства были такого скромного это и по-видимому придерживались какой-то степени то что он как-то грубо относился к прихожанкам тоже не могу вот прямо сказать что это совсем правильно вот он понял потому что иногда ник грубо строго надо относиться в системе руководителя и того кто людьми занимается иногда для того чтобы побыстрее все как-то сделать и как-то быстро все это решите договориться и это иногда нужно так вот построже поговорить и принять так а то если в некоторые моменты расслабишься то прямо все могут размазать по киселю масло по киселю называется и ты можешь часами стоять слушать и восхищение над тобой или еще что-то вот а временная иногда нет я не знаю как здесь получилось что тут бачка так я понимаю на литургию приехал и вдруг его кто-то встречает кто-то отвлекает может быть действительно немножечко строго сказал но тоже не факт что вот это характеризует священник плохой или хороший я видел как и хорошие строго могли разговаривать и плохие могли вежливые так это подолгу разговаривать и все такое поэтому если еще раз этот молодой человек меня слышит и видит что я сейчас ему говорю я ему посоветую попробую еще раз вот и может быть даже не один в конечном итоге твоя задача все-таки с господом наложить отношения они со священниками препятствий этому конечно может быть много лукавый в любом виде может тут вставать на пути и ты будешь каждый раз отворачиваться задача то дойти до причастие дойти до святых даров и эта задача порой не проще чем подняться на эльбрус препятствий много то значит падение в пропасть то скала неприступная и все остальное много ли ходит на эльбрус много ли поднимается так и здесь до настоящего причастия доходят немногие я честно скажу и если уж внимательно посмотреть кто доходит и в каком хорошем состоянии человек какой доходит это как раз чаще всего такие вот старенькие бабушки которые уже без претензий какой там бачка какая-то у него машина вот шо ими им важно сегодня не пропустить причастие потому что завтра неизвестно случится она или нет завтра неизвестно и поэтому я понимаю молодого человека видать мама так сделала и это ей хочется чтобы они были христиане хочется чтобы в этом это и с другой стороны конечно еще сложнее ей сделать их христианами потому что они вот как висят вот между этими мирами где мусульманское вот такое может быть строгое поведение все остальное и при этом она доброй и христианское вот с таким пренебрежением которые встретил много человек и и тут сразу приходится выбирать если бы он был из другой семьи где нет такого выбора было бы ему наверное легче здесь конечно понятно что ей было трудно ему было трудно и такие вот приводят иногда серьезным конфликтам примеры я вам могу привести даже исторически серьезнейшие примеры когда разногласия в религиозной такой семейной семье приводили к трагедиям и разрушению грубо говоря государство ну например ольгердовичи или гедоминовичи пасты царский род пастов значит последний ольгерд нет последний ольгер был там ягайло был еще и еще там вот ольгерд у него было по моему пять жен и одна из жен была православная православная из московии и от нее родилось два сына это дмитрий и андрей ольгердович причем андрей был старший должен был заменить ольгерда стать царем но так как она была православная ольгерд латинянин то есть они к католикам относились они тяготели к православию у них там митрополит киприян который на рост был призван митрополитом в свое время и они от того что они православные должны с православными иметь отношение стали помогать дмитрию московскому или дмитрий донскому как мы его знаем и в том числе на куликовскую битву в конечном итоге привели 60 тысяч воинов но до этого был конфликт и андрей и дмитрий встали на сторону москвичей не ольгерд послал на них войска и они бежали вот от этих войск вот и вместо андрей стал царем я гайло который в конечном итоге все и развалил рот пястов и литва можно так сказать с этого великая разрушилась и московское государство можно так сказать как после куликовой битвы говорят но стал остановиться стал остановиться причем именно они мне кажется есть образ осляби и пересвета которых благословил сергий радонежский потому что они не могли против брата ягайло своего который нас со стороны значит татар выступал в поддержку его ольгерд послал так что такая межконфессиональная трагедия в семье может разрушить семью если каждый не относится ответственно к другому другой религии в своей семье не уважает эту религию и каким-то образом значит считает что его религии лучше чем у того у кого другая вот нет мы понятно что мы православные считаем что наши вообще единственной религии которые господу ведет не не заблужай ждайтесь ничего другого у нас нет все эти попытки целоваться там с папами и так далее они все равно никакого отношения не имеют к нашему каноническому понимание религиозности но каноническое это понимание религиозности не видит в других религиозных структурах врагов пока они сами врагами не становятся не идут на нас воевать а так ну не православные вы ждем когда станете православные его здесь поведение это священников которые должны именно делом делом не болтовню не словом доказать что они православные естественно много влияет много влияет потянутся не потянутся это серьезный вопрос так что помоги всем господь встречать тех кто приезжает храм на копейке вот выходит в грязном тряпье с деревянным крестом и ласка со всеми разговаривают может оказаться такой бесяра что хуже любованы на лексусе по боги господь ну вот так все мне жарко я подкинул пойду отдыхать аминь